В этом выпуске мы поговорим о заболевании, которое на сегодняшний день считается одним из наиболее распространённых в мире. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно от него страдает порядка двадцати миллионов человек, а пойдёт речь о, пожалуй, самой заразной вирусной инфекции – коре. Корь была коварной спутницей человечества на протяжении многих веков, а начиная с середины девятнадцатого и до начала двадцатого века она считалась самой опасной детской болезнью, которая очень часто заканчивалась летальным исходом. Истинную причину кори медицине удалось установить только в начале двадцатого века, и ещё более сорока лет ушло на выделение возбудителя и разработку эффективной методики профилактики. Снизить эпидемию, а в некоторых странах и вовсе ликвидировать корь удалось только после того, как была разработана вакцина и введена всеобщая вакцинация. К большому сожалению, в последние годы корь вновь начала поднимать голову. По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году заражение корью в Европе официально было зарегистрировано 21 315 раз, что почти на 400% больше, чем в 2016 году. 35 случаев заражения закончились летальным исходом. Вспышки кори, стоя более случаев, отмечены в 15 из 53 стран европейского региона. Списки лидеров заболеваемости возглавили Румыния – 5562, Италия – 5006 и Украина – 4767 заболевших соответственно. По словам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в последние годы эти страны столкнулись с целым рядом проблем, таких как снижение общего охвата плановой иммунизацией, неизменно низкий охват некоторых маргинальных групп, перебои в поставках вакцин или недостаточные меры эпидемического надзора, что и привело к сложившейся ситуации. Крупные вспышки кори в 2017 году были зарегистрированы также в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, России, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании, Чехии и Швейцарии. Что же представляет из себя корь и как от нее защититься? Корь – острое инфекционно-вирусное заболевание, вызываемое парамиксовирусом Полиноза марбеларум, ближайшие родственники которого – вирус подострого склерозирующего панэнцефалита, вирус чумы собак и вирус чумы рогатого скота. В современной медицине корь считается одной из самых заразных болезней, известных науке. Выделяясь в большом количестве во внешнюю среду с капельками слизи, при кашле или чихании, вирус может переноситься с потоками воздуха на достаточно большие расстояния. Например, при нахождении больного человека в здании вирус вскоре способен проникать в смежные помещения и даже распространяться на соседние этажи. Более того, вирус сохраняет жизнеспособность в воздухе и на поверхностях порядка двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Что очень опасно, так как для кори характерна почти ста-процентная восприимчивость. Девять из десяти неиммунизированных или не болевших ранее людей, контактировавших с больным, заражаются. Как правило, случаи заражения корею регистрируются в течение всего года, но основной их процент выпадает на осенне-зимние и весенние периоды. Заражение корею происходит воздушно-капельным путём. Входными воротами инфекции являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глотки, полости рта и конъюнктива глаз. После проникновения вируса в клетки эпителия начинается его бурное размножение, и уже через неделю возможно проявление первых симптомов заболевания. Начало болезни очень похоже на банальную простуду. Из основных симптомов в этот период следует отметить насморк, сухой лающий кашель, повышение температуры тела до 38-39 градусов, разбитость, недомогание, снижение или отсутствие аппетита, конъюнктивит, воспаление слизистых оболочек глаз. Примерно через 2-4 дня после первых симптомов болезни, на слизистой оболочке щёк, мягкого и твёрдого нёба, напротив коренных зубов, возникают высыпания. Они представляют собой мелкие белесоватые, слегка возвышающиеся над уровнем слизистой оболочки пятнышки, по внешнему виду напоминающие манную крупу или отруби. На 3-5 день болезни температура тела временно понижается, вплоть до момента проявления основного симптома заболевания – коревой сыпи. Сыпь представляет из себя яркие розовые пятна неправильной формы, которые склонны к слиянию с образованием сложных фигур. На этом же этапе насморк и светобоязнь усиливаются, лицо может немного опухнуть и стать одутловатым, веки также припухают, голос становится охрипшим, кашель навязчивым и даже мучительным. Не исключено возникновение диареи. В первый день высыпаний элементы сыпи появляются на лице и шее, на второй день – на туловище, руках и бёдрах, на третий день сыпь захватывает голени и стопы, а на лице в то же время начинает бледнеть. При благоприятном течении заболевания через 4-5 дней после появления сыпи жар начинает спадать и самочувствие пациента улучшается. В общей сложности сыпь держится около недели, а затем постепенно тускнеет. На её месте остаются пятна светло-коричневого оттенка, которые в течение 7 дней полностью исчезают. У взрослых людей корь протекает особенно тяжело. Часто к основному заболеванию присоединяются бактериальные осложнения, что крайне опасно, так как именно с возникновением осложнений связано большинство летальных исходов. Поражение вирусом кори слизистой оболочки дыхательных путей может приводить к развитию ларингита, бронхита, ложного крупа, пневмонии. Из других тяжелых последствий перенесенной кори следует выделить значительное ухудшение слуха, слепоту, обезвоживание, связанное с тяжелой диареей, менингит, полиневриты, энцефалит. Очень опасна корь для беременных женщин, у которых помимо частых осложнений корь способна спровоцировать преждевременные роды и самопроизвольный аборт. При этом плод также заражается и болеет, а дети часто рождаются с характерной коревой сыпью. Лечение кори обычно проводится дома, но в случае тяжелого течения болезни, наличие осложнений или отсутствие возможности организовать соответствующий надзор за больным в домашних условиях производится госпитализация. Обязательно госпитализируют детей из закрытых детских учреждений и в возрасте до года. Лечение неосложненной кори симптоматическое и зависит от выраженности тех или иных симптомов кори. Это постельный режим, обильное питье, применение жара понижающих, средства от насморка и боли в горле, от харкивающих препаратов, витаминов. Постельный режим следует соблюдать в течение лихорадочного периода и в первые 2-3 дня нормальной температуры. Очень важно, чтобы в комнате с больным не было слишком жарко и сухо, так как это будет травмировать и без того пострадавшие слизистые оболочки. Оптимальная температура воздуха не должна превышать 18 градусов по Цельсию, а влажность составлять до 90%. Учитывая аллергический характер многих проявлений кори, рекомендуется применение антигистаминных препаратов . В ряде случаев назначаются рекомбинантные энтерфероны, которые усиливают иммунитет. Если течение болезни тяжелое, проводят дезинтоксикационную терапию. Антибиотиков в лечении больных не осложненной корию, как правило, не применяют. Исключениями являются дети до 2-х лет, особенно ослабленные предыдущими болезнями и больные с осложненным течением заболевания. При лечении дома больному выделяются отдельные столовые приборы – тарелки, кружки, ложки. Также обязательно ношение марлевой повязки как больным, так и тем, кто за ним ухаживает. На данный момент единственным надежным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация. Прививка от кори – это по своей сути искусственное инфицирование вирусом, но очень ослабленным, в результате которого организм вырабатывает защитный иммунитет к вирусу. Первую вакцинацию проводят детям в возрасте 12 месяцев, вторую – в возрасте 6 лет. Вакцинация против кори может проводиться моновакцинами или три вакцины – корь, краснуха и эпидемический паратит. Эффективность противокоревой вакцины одинакова, независимо от того, какая вакцина применяется. Прививка обеспечивает стойкий защитный эффект в течение 15 лет. Живые вакцины не назначают беременным женщинам, больным туберкулезом, лейкозом, лимфомой, а также ВИЧ-инфицированным. Помните, корь чрезвычайно заразна. При любом непреднамеренном контакте с больным и малейшем подозрении на заражение корью, незамедлительно обращайтесь к врачу. Это важно не только для скорейшей постановки диагноза и начала лечения, но и для принятия противоэпидемических мер в коллективе, который посещал больной. А на сегодня это всё. Берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с Вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья Вам!